Ротуйте котика! Папко, привет, Саш! Добрый день всем, кто нас слышит! Привет, Марта! Привет, Рада! Рада, рада вас! Я первый сказал! Ну ладно, а я девчонка! Ну хорошо, уступай! Нормально? Ура! Ну, давай дадуй про статистику, что там отбывалось из-за этой дыни? 23 ноября, неделю назад, из наиболее серьезных происшествий был автопожар вечером на Городецкой. В этом случае в движении загорелась проводка легкового автомобиля Volkswagen 2003 года выпуска. Но этому автомобилю, можно сказать, повезло в сравнении с Volkswagen 1991 года выпуска, который горел на следующий день утром на улице Меделки. Даже, точнее сказать, не горел, а выгорел полностью. Ох, вот так! В обеих случаях причина – короткое замыкание. В седьмом часу вечера 24 ноября в МЧС поступило сообщение о получении ожогов у мужчины по улице Плеханово, 38. В ходе разбирательства установили, что в квартире при использовании аэрозольного спрея после бритья произошла вспышка паров содержимого в баломе вещества, в результате чего мужчина-пенсионер получил термические ожоги головы и рук. И такое вот бывает. Сдавалось, я понимаю, что в уголе ситуация. Ну, видишь, в детстве никогда не пробовала вот из аэрозоли вот так вот спичку подносишь, нет? Нет, у меня на полныненьше было сумное детское. Сейчас научу слушателей. Ну, в общем, вот что может произойти, если какой-то источник огня поднести к таким аэрозолям в баллончиках. Так что будьте аккуратнее, если вы, может быть, курите и решили вот попшикать, там, краской покрасить что-нибудь или еще что-то в этом роде. Так что это все очень легко воспламеняется, особенно лак для волос, кстати, тоже. Вот, допустим, делаешь себе укладку, да, а рядом свечи горят, допустим, при свечах делаешь себе укладку, но ни в коем случае нельзя. Это что, это у тебя такая фантазия текавая? Ну, я просто как вариант, видишь, тут человек брился и получил ожоги. Ну, кажется, при этих свечках не треба робить укладки. Так, продолжим. Так, давай. Также в четверг вечером в подъезде на улице Космонавтов 3, корпус 1, дымилась изоляция проводки в электрощите. В пятницу 25 ноября, ближе к полуночи, в квартире на улице Голубева 28, у пенсионерки на кухне загорелось имущество. А виновником этого загорания стала ее дочь, которая допустила неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Ну, вот так заусюду, нажаль, а мальчик-то заусюду, у доми, вот таки, отбываются ситуации подчас курения. К сожалению. 26 ноября в торгово-административном здании по Долгиновскому тракту 185 загорелись отложения внутри металлического короба вентиляции обжарочного аппарата для зерна кофе. Вот так. Очень-очень сложная тут трактовка прям. Ну, ты такая вот новость видишь. Неизвычайные подеи отбываются за тыдень такие, нестандартные вельми. Слушай, ну, на самом деле вентиляции, знаешь, вот свойственно, что есть какие-то отложения. Вот на кухне даже, на шкафчиках сверху, у кого вот такие вот открытые там шкафчики, да, вот сверху есть какое-то пространство какое-то, можно заметить, что есть какие-то отложения. Да и на любой поверхности, на кухне особенно, вот эти жировые отложения. Их способность гореть очень хорошая. Так что... Николь бы не подумали на самой справе. Бывают такие случаи, особенно именно в каких-то кафе, в каких-то столовых, где вот это в промышленном масштабе что-то готовится. И эти отложения, конечно, там образовываются много больше, чем у обычных граждан дома. Так что в любом случае протирайте вот эти все отложения на решетке вентиляции у себя, где-то на кухне на шкафчиках. Ну, это, во-первых, не эстетический вид. Во-вторых, эти отложения очень хорошо горят. Я бы сказала одна, вот, по-перше, я не добро горать, а по-другому, это не знатно прыгай уже. Да, может быть, да. Первое, это то, что они горят, согласен. Также в этот день спасатели выезжали на три загорания пищи. На улице Янковского, Караженевского и на улице Антоновскую. Поели называется. Это точно. В последнем случае виновное лицо мужчины находился в состоянии алкогольного опьянения. А ближе к полуночи работники МЧС оказали помощь ребенку 18-го года рождения в квартире дома номер 32 по улице Сырокомли. Его голова застряла в пластиковом сидении. Вот, спасатели приехали, спасли, конечно же. В воскресенье в 20.43 на 112 от жильцов дома номер 63 по улице Ньоманской поступило сообщение о дыме в одной из квартир. Оказалось, что на кухне однокомнатной квартиры на пятом этаже произошло загорание имущества. При этом пострадал мужчина 2001 года рождения, проживающий в этой квартире. Он был госпитализирован с ожогами шеи, туловища, рук и ягодиц. И все это на 21% тела. Со слов пострадавшего, при приготовлении пищи, опять же, в сковороду с раскаленным маслом добавил воды, в результате чего произошло воспламенение масла с последующим загоранием имущества. Сколько раз уже говорили, но, видимо, он нас не слышит, не слушает радио столицы. Не верить просто, я подумала, что нужно протестировать. Так, на самом деле, да, это опасно не только с маслом подсолнечным, это также с любыми легко воспламеняющимися жидкостями. Если добавляешь воду, там, допустим, бензин, если даже пожарные выезжают на загорание автомобилей, можно наблюдать такое действие, что пожарные тушат не водой, а пеной. Почему? Потому что вот эти все масла очень трудно тушатся водой, вернее, они даже вообще не тушатся водой. Все нефтепродукты, они, надо изолировать их от окислителя, а это воздух. Изолируешь от воздуха пеной, тогда только тушатся. Если будем тушить сковородку водой, ни к чему хорошему не приведет. Первое действие, что надо сделать, это что? Выключить газ, накрыть крышкой. И причем подождать, оно, вот масло раскаленное, делали эксперимент, да, на ютуб канале у нас есть, если хотите, посмотрите, поджигали специально, ну, на комфорке масло, горело в сковородке, накрывали крышкой, поднимали крышку, оно опять воспламенение происходит. Почему? Потому что масло достигло той температуры самовоспламенения. Если, пока оно не остынет, оно не будет, оно будет постоянно загораться. Так, чекаем полный час. Так, следующее происшествие у нас 28 ноября. Рано утром произошло на Гурского, горел легковой автомобиль Opel. Автомобиль также выгорел полностью, как и вот ранее рассказывал. Также поврежден и рядом стоящий легковой автомобиль. Предположительно, короткое замыкание. В обед того же дня в гаражном кооперативе на Жебрака загорелся легковой автомобиль Citroën 98-го года выпуска. И имущество в гараже на 12 квадратных метрах. И имущество, и автомобиль полностью были уничтожены огнем. Кроме этого, и рядом стоящий с гаражом легковой автомобиль Mercedes 2000 года выпуска также был поврежден огнем. И этот автомобиль, и внутри который стоял, это все принадлежит одному человеку. Вот такие вот причины пока что устанавливаются еще. Похожее происшествие, кстати, случилось и в 9-м часу вечера на Тульской. Там, на территории частного домовладения, в гараже загорелся легковой автомобиль Suzuki 99-го года выпуска. Транспортное средство также выгорело полностью. Причина – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. А, ты бог, там еще, так бы, может, да помогли в некем смысле загореться. Ну да, да. Есть вероятность того, что и предыдущий пожар, автопожар, тоже так по этой же причине случился, но пока еще утверждать не можем. Там, потому что очень сильные повреждения, все выгорело, и очень трудно определить, да, именно какая причина. Так, череда гаражных автопожаров продолжилась и на следующий день. Вот, смотрю, 29 ноября в обед на Волохо легковой автомобиль горел Peugeot, а чуть позже загорелось имущество в гараже гаражного кооператива по улице Масюковщина, 56В. Тут предполагаемая причина – поджог. И на еще одном происшествии хочу обратить внимание, которое произошло вчера вечером в общежитии, общежитии Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов по улице Гурского, 23, корпус 1. Прибывшие к месту вызова спасатели констатировали открытое горение из окна на 9 этаже общежития. В совместо с администрацией общежития работники МЧС эвакуировали 250 человек. К счастью, никто не пострадал. Оказалось, что в одной из комнат произошло загорание строительного мусора из-за того, что мужчина, строитель, бросил в этот мусор непотушенный окурок. И снова, на вот таких ситуациях, это недокурки. Опять окурок, да. Вот, казалось бы, ты ждала какую-то другую причину. Возможно, в общежитии обычно проводка горит, еще что-то. Но видишь, тут опять вот эта халатность человеческая, незнание, возможно, каких-то правил пожарной безопасности или знание и несоблюдение поспособствовали вот этому происшествию. Ну и на календаре у нас 30-е, уже ноября. Завтра последний месяц этого года. Хотелось бы какой-то почти итог такой промежуточный подвести. Вот с начала года за 11 месяцев, кроме сегодняшнего дня, еще пока что не закрыли сводку этого дня, спасатели в Минске выезжали уже более 2000 раз на различные возгорания и 3743 раза на другие чрезвычайные ситуации. Очень большое количество раз выезжали. Погибло в Минске на пожарах 25 человек, 68 спасены. Такие личбы не самые приемные. Дякую, что есть вырытыванные, а летом не меньше, лишь бы не маленькие из-за относных таких периодов. Ну даже один человек погибший, это уже большая статистика. И я мой навозил в уголе, выпадки вы всякие отбывались. Ну что ж, хотелось бы все-таки о приемном. Гэта я про нашу гульнёк и охутка будзе, тому, калиласка, литерально праздник льки хвелинь, запрашаем поудельничать. Протягивается наш час безпеки. Я нагадаю студии гость, работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по незавычайных ситуациям Александр Папко. И обещали мы гульню. Причем сегодня, ну такая, крыхо, больше складанная гульня, чем незавычайная. Хотя Саша сказал, ай, да ну что ты! А я лечу, что больше складанная, Саша, рассказывай, что треба зарабить. Сложнее только алгоритм действий, что нужно выполнить, а ответы на вопросы. Да, нужно ответить не на один вопрос, а ответить на 12 вопросов. А так, на самом деле, всё лёгко. Они очень простые и примитивные. Мы сейчас вот даже чуть-чуть разберём эти вопросы. Но перед этим хочу рассказать, где их найти. Это приложение, мобильное приложение МЧС Беларуси, помощь рядом. Если у вас нет этого приложения, ну, скачайте быстренько, у вас ещё есть время. Вот, что нужно сделать? Зайти в раздел «Проверь себя», найти тест «Ой, мороз, мороз». Вот так вот он называется. Там в самом низу вот лиснёте, и есть такой тест. Ну, как раз у нас просто завтра первый день зимы. Вот и у нас за окном, в принципе, уже «Ой, мороз, мороз», да, можно так сказать. Так что заходите, качайте, если у вас нет этого приложения. Если нету, кстати, очень плохо, то, что вы слушаете нашу передачу, да, нашу программу. И не маете возле такого додатка. И не имеете приложения, это очень плохо, конечно. Кутка! Выговор, ладно, замечание устное пока что, не будем так сказать, выговор это слишком. Так, замечание устное от меня, но надеюсь, что все установят. Очень интересное, в принципе, приложение. Я уже не раз останавливался ранее на нём. Можно и какие-то вот действия, что делать, первая помощь. Карта неблагоприятных явлений даже есть. Вот мы как-то рассматривали, когда запреты в лес, помнишь, разбирали. Вот на карте было там отмечено, в каких районах можно в лес сходить, а в каких нельзя, да. Где пожароопасный период начался, там, посещение, запрет. А в каких можно? Картикаш, что вельми корыстный додаток. Да, энциклопедия, ой, много чего есть. Так что заходим, проверь себя в этом приложении. Скроллим на самый низ, ой, мороз, мороз, тест. Вот я даже открываю этот тест, пройти пару вопросов для вас озвучу. Вот, например, Марта, вот ты у меня как ученик. Ой, пусть одразу видишь, становится страшно. Смотри, первый вопрос. Если на лестнице налить, ну налить, да, вот на лестнице, то, первый вариант ответа, идем, ничего страшного. Я лечу, что не надо нести на працу, а уголь заставаться дома. Так, такого варианта тут нет. Осторожно ставим ноги на две ступеньки, если есть поручни, держимся за них. Съезжаем по перилам, такой вариант есть. Или идем летящей походкой, не обращая внимания на препятствия. Какой вариант ты выберешь из этих четырех? Видишь, я боюсь, что у меня бы совместилось два опошних варианта. Вызгадай летающий, а не летающий, а скатывающийся. Но если ты не будешь использовать второй вариант, осторожно ставим ноги, тогда ты будешь именно летящей походкой, видимо. Так, хотя мне подается, что самый правильный вариант будет триматься за поручни и перилы, и аккуратненько, аккуратненько исти, ну раз не ольха застаться дома. Марта, ты все знаешь, зачем ты меня приглашаешь? Ты можешь сама проводить вот эту передачу. Видишь, а мне с тобой тековее. Ну не знаю. Я просто докладно думаю, колерап, я не затрымаюсь на двух вот этих лестницах, ну ты же меня не снесешь, ты же ртовальник. Давай еще одно питание. Давай, смотри, еще раз повторю, приложение, мобильное приложение МЧС Беларуси, помощь рядом, скачивайте, есть там, проверь себя, пройти тест, последний самый называется, ой, мороз, мороз, и сделать скрин ваших ответов, да, и прислать нам. Посмотрим, у кого самый большой результат, там в конце теста будут проценты выполнения. Ну а до салайдера, членам, усыпалку, рада ее в столице ВКонтакте, раздел поведомлений. Я нагадываю, что по традиции, тот, кто первый, правильно, откажет, ну не первый, тут, напевно, сегодня мы не тот, кто будет первый, а тот, кто самый шмат, так, откажет у нас. Вот так будет правильно. Ну да, кто больше баллов наберет. Кто больше наберет баллов, первый, и кто больше, и самое много, той, тримая подоронок от Минско-городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях. Я еще раз нагадываю, находим додаток 112 допомога побоч, вот, спомповать, отказать на пытание разделу, як там? Ой, мороз, мороз. Ой, мороз, мороз. Проверь себя, раздел. И отказывай. Ой, мороз, мороз, вот, вот этот тест надо пройти. Чекаем от вас, что там отрымалось, и, конечно, с радостью дадим подоронок, ну, а поколь, что вы протягиваете, вы и мы, Саш, то есть что у нас там? Второй вопрос, давай, да, хочу тебе второй вопрос. Я не подявался, что не эктаграмм. Смотри, по гололеду или гололедице нужно передвигаться как? Вот ты должна сейчас определить, как кто. Вот смотри, как лыжник, как гандболист, как бодибилдер или как гимнаст? Видишь, коли гололед не подается, что все отразу тут отрымливается, а этого залежности от того, как лететь. Ну, гандболист, это надо не передвигаться, это когда вот в снежки играешь, тут, возможно, вот этот вариант подходит. Ну, бодибилдер подходит? Не, не подходит, давай далее. Что там у нас еще? Ну, в твоем случае, наверное, как гимнаст, конечно, исходя из предыдущего теста, где ты летящей походкой ходишь по ступенькам пролететь. Ну, в охуе, правильно, перши там сдаются. Ну, первое, конечно, как лыжник, да, нужно вот именно желательно не отрывать ноги от поверхности и передвигаться как лыжник, это самый безопасный такой способ. Как лыжник знаешь, как передвигаться? Ты на лыжах катаешься? Нет. Ой, Марта, ну. А в тренажерный зал ходишь? Ну, конечно, но видишь, там все вельми зручно в тренажерной зале, а вот тут это все не то. Ладно, это все тест. Так, два теста, два вопроса мы уже подсказали слушателям. Там, кстати, еще и время ограничено, 8 минут, так что я думаю, что надо ускоряться немножко им, нас не слушать, правильно? Не, ну, вы нас слухайте, але худка, вось так, одноразово, одночасово, вось, все рабите, и нас слухайте, и отказывайте, тамуе, что подорунок паранейшему поколь, что у Саши, он вось за его отказывая, мы вельми хотели б передать его вам. Ну, а тем часам, Саш, я думаю, что мы с тобой сэдзем ненадолго на песню, так? И вернемся, подведем выники, и, конечно, еще все это нагадаем. Давай. Протягивается, протягивается наш час обеспеки, а вось гульня, стоп, Саш, рассказывай, что у нас там. Так, я рассказываю, это ты рассказывай. Не, ну ты нагадай, что мы тут шекали. Так, мы, значит, тут решали тесты, все, кто только что подключился к нам. Мобильное приложение МЧС Беларуси, помощь рядом, там есть раздел «Проверь себя», и там очень много разных интересных тестов. Мы сейчас проходили тест со слушателями «Ой, мороз, мороз», но если кто-то только подключился и, к сожалению, не смог поучаствовать в нашей игре, в любом случае скачайте это приложение, посмотрите, что там есть, много чего интересного. Даже тесты пройти, даже вот, смотри, с детьми можно так вот сидят там без дела дома. Оп, подошли, пожалуйста, родители, пройдите тест. Почему нет? Интересное времяпровождение. Вот, и можно так же, как и мы, разыгрывать какие-нибудь подарки со своими детьми, да, допустим. Мам, можно я там поиграю в телефоне или там в YouTube посмотрю? Я не знаю, что делает сейчас молодежь, раньше мы там с приставками на улицу пойду. Пока тест не пройдешь на 100%, не отпустим. Все, тест на 100% пройденный. Вот, так что, если кто-то прислал нам скриншот какой-то. Дослали у нас, а левость тут, яуген, я так, разумею, не за всем, разумею, где знайсти, пытается. Добрый день, где находится додаток МНС, дякую. Саш, где находится додаток МНС? Везде приложение, может, скачивать в любом App Store или Google Play, как они там называются. В зависимости от ваших телефонов. Конечно, конечно. Тому, калиласка, знаходьте додаток и будьте вам счастенько. Ну, а этим часом у нас есть, ось, неколькие варианты отказов, ну, в смысле, неколькие скриншоты. И, ну, видишь, минимальный 66% отказ, максимальный 91%. Наверное, вот этот 66, это послушали наши варианты, ты им подсказала, что летящей походкой, как гимнаст, надо передвигаться. Вот ты их и спутала. Ну, выбачайте. Видите, я ж джавчина, я не могу ни кнакша выходить, заходить. Ладно, а это парень или девушка прислала? Это лужчина, 66, так. Значит, я послушал все-таки. Все-таки верят тебе, видишь. Ой, дякую, поважанное спадарство, что вы мне верите, не с дарма, видишь, рассказываю. Але, занадто вы мне не верите, потому что 66 это не так шмат, 91 это лепше, 91% у нас отрымау Андрей. Андрей, поздравляем тебя. Ну и, конечно, 66 это тоже хорошо, в принципе. Человек прошел тест, спасибо тебе, показал хороший результат. Владимир, дякую, дякую вам. Так, а кто не успел, ну, скачать приложение, попробуйте, может быть, понравится. Пока все тесты не пройдете, вот в неделю вам даю, в следующую среду проверим. Ох, строгий наставник у нас сегодня, Александр Папко. Ладно, наставник, расскажи-ка мне, кореласка, что там еще в арте нам памятать? Ну, уже первая снежная худка, и я думаю, что на полном совете с этим, что сказать еще. Слушай, мне поступал тут такой вопрос очень интересный. Вот сейчас ледостав идет, да, вот на озерах, на реках, и люди спрашивают, интересуются. Вот, вот, видим, допустим, лебедь плавает, что с ним делать? Ну, может, ему надо какая-то помощь, еще что-то? Все сразу вспоминают, да, даже коллега там по работе вспоминает, как волк там в лунке хвостом примерз, или там еще какой-то, помню, был мультик про уточку, да, плавала там. Самое главное не примерзнуть, так. Да, вот на таких примерах, знаешь, возникает такой спорный момент, да, стоит ли как-то вмешиваться людям или нет. Вот и хотелось бы пару слов насчет этого сказать. Ну, во-первых, волноваться, тревожить птиц не стоит зазря, да. Есть такие, бывают моменты, когда, ну, действительно, какие-то суровые морозы, и там просто лед очень быстро, мгновенно сковывает поверхность воды, и тем самым там каких-то животных, там, мелких птиц или еще кого-то, да. Но у нас, как правило, таких случаев, ну, мы еще не встречали прям вот так. Бывает такое, что у птицы, допустим, какая-то травма, да, и это действительно видно, что она может как-то плавать по-другому, или вот она выходит из воды, там, ну, крыло может подбить еще что-то. Да, в этом случае нужно как-то среагировать, обращаться или в охову птушек, или нам в МЧС, мы как-то, я думаю, передадим информацию и поможем в этом вопросе. Ну, а с большей части желательно не вмешиваться самим, потому что вы можете там их ловить тоже, как с летучими мышками, помнишь, вот рассказывал, тоже можете повредить их. Бывают такие люди очень милосердные, которые подкармливают птиц. Тут тоже надо знать, чем им накормить, особенно в зимний период. Нельзя давать птицам хлеб и батон. Это самое распалсюджи, наверное, было на помылках. Да, очень все, я прям, ну, всегда, когда гуляешь по набережной где-нибудь, видишь, прям люди кидают там хлеб-батон. Ну, понимаете, пищеварительная система доказана людьми специальными, что у них не приспособлено к этой пище, и вообще такой корм как бы создает иллюзию у них насыщения, и никаких полезных свойств не имеет. Так что, если вы уже решили подкормить там каких-то водоплавающих птиц, то желательно какими-нибудь крупами, овощами, хлопьями, что-то в этом роде выбирайте. То есть, чтобы эти корыстные. Да, такое вот отступление. Ну, и прикормка тоже, смотрите, в минус 15, да, там можно их подкормить, да. Ну, сейчас они сами могут найти себе пропитание. Чем больше вы их подкармливаете, тем больше они одомашниваются, и, возможно, и не выживут из-за этого. Так что, будьте внимательны к этому моменту, ну, и лишний раз не трогайте их. Вот такой вот совет. Ну, что ж, Саш, дяк, что рассказал. Для наших слухачев я нагадаю, что у студии был гость, работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по назначайных ситуациях Александр Папко. И Марта Худалей. Всем поколь. Субтитры сделал DimaTorzok